Привет зрителям моего канала! Сегодня у нас видео по ремонту машин. Но перейдя в плейлисты, вы увидите много других интересных видео о рыбалке, путешествиях, интересные эксперименты, обзоры на электронику и бытовую технику, товаров с Алиэкспресс, стримы и многое другое. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, ссылка внизу, кнопочка подписаться, включайте оповещение, будет интересно. Перед вдавливанием поршней как передних, так и задних, предварительно открываем крышку расширительного бачка тормозной жидкости. В отличие от передних, дисковые задние тормоза, поршень, необходимо при вдавливании еще и вращать. Видите, тут даже имеете специальные такие уступы, для того, чтобы можно было захватить. Но у обычных автолюбителей такого специнструмента нету, как правило. В лучшем случае струбцина. Обычная струбцина тут не подойдет. Чем пользуюсь я? Можно использовать вот такой обычный гаечный ключ. Вот у меня на 24 подходит. Либо я сделал на крестовом ключе, вот такие вот на наждаке распилы. Этими распилами упираемся в поршень, вдавливаем его и одновременно вращаем. Вот наш поршень. Самое главное нужно его стронуть изначально. Потом он уже пойдет. Начинаем пальцем давить, а ключом крутить. Вот он медленно, но пошел. вот так вот он вдавливается постепенно. Когда вдавится до конца, одеваем все на свое место, на новые тормозные колодки. Либо же точно так же упираемся в поршень, другой стороной, например, в наш живот и начинаем вращать, одновременно вдавливая его. Дело, конечно, нелегкое, но вполне годное. И еще пару советов при замене тормозных колодок. Во-первых, нанести сюда специальную смазку, желательно, под пыльник для суппортов. Ну, в крайнем случае, если уже вы в глухой деревне находитесь, у вас ничего нет под рукой, чуть-чуть солидола можно. И если у вас не становятся колодки новые, ну, во-первых, конечно, все тут очистить от грязи, но даже если после очистки колодки не становятся, саму колодку, вот эти вот усики, можно чуть-чуть обточить на наждаке либо напильником. Но не сильно, чтобы колодка не болталась, иначе будет греметь при езде. Вдавили поршень до конца, и теперь он спокойно станет на новые колодки. У меня тут колодки не новые, я до профилактики. И еще при установке колеса смазывайте болты, чтобы они не были вот такими сухими, например, солидолом либо графиткой. Они от этого не открутятся, но зато никогда не закореют, и всегда будут хорошо потом откручиваться в дальнейшем ключом. Вот так вот. Закручивать болты необходимо следующим образом. Надеваем все болты, значит, наши. Зажимаем их, но без усилия, просто, то есть, чтобы нанизать, так сказать. Просто зажали, раз, два. Зажимать надо крест-накрест. То есть, видите, я вначале так зажал, затем вот эти болты. Вот. Теперь опускаем машину с домкрата. Машина с домкрата нашего опущена, а теперь уже проводим окончательный зажим. И тоже крест-накрест. Можно так, можно вот так, то есть, ну, как бы, без разницы. Главное, принцип креста соблюсти. Теперь уже зажимаем сильно. Окончательный зажим. В технических нотах указано определенное усилие зажать. Если у вас есть динамометрический ключ, конечно, лучше зажать им. Когда-то я сам менял тормозные колодки впервые в жизни на задних дисковых тормозах. Для меня это было в новинку, что поршень на них надо не только вдавливать, но еще и вращать. Ну и для тех, кто вот тоже впервые с этим столкнется, я рассказал о способах, как это можно сделать подручными материалами. Спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok